Всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня у нас капуста по-корейски, как мы обещали в предыдущем видео, и для этого нам понадобится... Итак, друзья, для начала нужно порезать капусту. Как вы видели, половина у нас. Ложим ее на срезанную часть и примерно по 3 сантиметра такими кусочками... Мне бы понравилось срезать капусту, хотел, а я резать не дал. Капусту тяжело резать, еще пальцы отрежу себе, потом я себя буду виновным чувствовать. Вот такие части берем и потом ложим. Вот так вот. Резаем еще на такие кусочки и отправляем сразу все в дозу в посуду, где у нас будет делается салатик. Одно милое дело. Посмотри, капуточку эту отрезать. Красота! Мне так понравилось. Теперь будешь на работе, я тебя буду называть, чтобы капусту резать. Ага, точно. Самое главное, ребята, не важно, как вы будете резать, как вы это будете делать. Главное, чтобы все было сделано с любовью. Тогда у нас все получится вкусно. Ну вот, друзья, порезали капусту. Вот такие кусочки получились у нас. Теперь добавим соль и сахар. И хорошо помнем луками. Вот помяла капусту хорошо, она пустила сок. Теперь займемся свеклой. Нужно натереть свеклу на крупной терке. У нас для морковки по-корейски. Если нет, то просто терите на крупной терке. Теперь добавляем свеклу к капусте. И хорошо перемешаем. Капуста получит красивый цвет свеклы. Когда он остается. Теперь потерем 3 зубчика чеснока. Добавим острый перец. Добавим кориандр. Теперь нарезаем перец чили на 3 части. И добавляем его тоже сюда для остроты. Есть его, конечно же, не будем. Это просто, чтобы еще дополнительно дало остринки, аромата. Потом его достанем. 70 миллилитров растительного масла нужно раскалить. И когда масло раскалится, добавим к капусте. Мы не просто так добавляли все специи. Так в серединку не рассыпали по всему. Потому что потом поливаем раскаленным маслом. И как раз все специи дадут свой запах, аромат. Теперь добавляем уксус. На следующий день капуста настоится и попробуем. Если будет мало, то добавим еще. Теперь нужно все хорошо перемешать. Итак, капуста по-корейски предварительно готова. Нужно сейчас накрыть крышкой. Оставляем на ночь. Постоять в холодном месте. И потом на утро будем пробовать, чего не хватает. Каждый смотрит сам по своему вкусу. Соль, сахар, уксус. Кто как любит, сам добавляет, чего кому не хватает. Все перемешиваете и можно кушать. Капуста даст свой сок. Настоится. И завтра попробуем. Цвет станет еще фиолетовее, свекольнее. Насыщенный. Ну вот, друзья, как мы говорили, оставляли капусту на ночь в холодном месте. Сейчас добавили еще и соли, и сахара, и уксуса. Все по своему вкусу. Сколько мы в итоге всего добавили на 1,5 кг вот этой капусты, что у нас была, напишу под видео к описанию. Так что наша капуста по-корейски готова теперь. Сейчас заценим. Запах такой, аромат от нее обалденный. Цвет насыщенный. Она настоялась. Хрустит. Ты что-то опять разжелся. Здесь не только цвет такой яркий, красивый, насыщенный. Здесь еще и вкус такой же самый яркий, насыщенный. Объедили, да? Прям вот можно брать чисто. Вот капусту только его как блюдо кушать без ночевых. Покажу, как выглядит поближе. Пока папа наш хрустит. Ты уже ешь, а не пробуешь. От этой капусты вообще невозможно оторваться. Ага. Спасибо всем, друзья, за внимание, за просмотры, за комментарии, за ваши лайки, за поддержку. Если вам понравилось это видео, этот рецепт вам понравился, поделитесь с ним друзьями. Вам легко, а нам приятно. Спасибо. Всем всего хорошего. Пока. Ну-ка, сын. Даня решил тоже попробовать. Говорит, пап, что ты тут ешь? Дай-ка я попробую. Что, вкусно сына? Ага. Огонь. Огонь. Приятного аппетита. Говорит. Айчик толп